Сегодня день был хороший так-то раньше было сложно так-то стало попроще брызжет дождик осторожно воскресенье время у нас 10 59 это значит у нас сегодня тренажерный зал плотный тренажерный зал очень плотный очень большие веса очень объемный и чувствую сегодня будем помирать и вы будете помирать вместе со мной каждый вечер я умирал и каждый вечер возрождался вновь измертвых сейчас по традиции сделал один подход гиперэкстензии больше не делаю потому что заключительная сейчас идет неделя максимальное напряжение и спина просто начинает уже откисать мышцы начинает ловить гипертонус сегодня будет становая тяга поэтому один подход гиперэкстензии числить для разминки чтобы не схватывала не сводила мышцы и начинаем разминаться на взятие на грудь я уже накинул 60 килограмм ну что начнем первый рабочий подход 125 на штанге да пребудет с нами сила на самом деле взять я на грудь было моим любимым упражнением до того момента как у меня что-то все пошло наперекосяк начиная от зимней подготовки с этой у меня прям порушилась почему-то техника ну на фоне усталости не почему-то на фоне усталости порушилась техника просела взрывная сила так как взять я на грудь это взрывная сила меня начало ломать но сегодня я чувствую себя хорошо и я чувствую мы с вами сходим даже на 130 потому что если идет хорошо то нужно ходить на большие веса сейчас я делаю по процентам завысить проценты я себе позволю на заключительном подходе пока я тут шумлю железом и убиваю свою спину и колени как некоторые думают у подрастающего поколения здесь идет тренировка закрыта и м закрыта лайтвейт у кого-то наверное возникли вопросы что это за наколенники у меня на ногах это специальные компрессионные наколенники которые я использую или их их для того чтобы греть свои колени чтобы вокруг коленей гонялось много крови тем самым они хорошо греются и не травмируются также дополнительное это то что они держат сустав зафиксированным ну конечно не так плотно но нам в принципе этого не надо нам просто нужно чтобы немножко добавить безопасности сейчас без наколенников дойду до рабочих весов и потом рабочие весы веса накинул наколенники у меня есть а и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забыл вам рассказать, что у нас сегодня не обычный присед, а присед, который в два раза тяжелее, потому что он с эксцентрической нагрузкой, так называемой. То есть мне нужно сдерживать нагрузку в течение 3-5 секунд вниз с обычными процентами, с которыми я обычно приседал, и взрываться вверх при этом. То есть это в два раза сложнее присед. Эксцентрическая нагрузка существует для того, чтобы немножечко разогнать вашу взрывную силу, так сказать. Потому что при том, когда вы сдерживаете нагрузку, у вас волокно растягивается и накапливает энергию, при которой вы потом снизу взрываетесь, так сказать. И то есть это дает большего прогресса, чем обычные приседания по взрывной силе. Ну и в плане гипертрофии это тоже неплохо очень. В плане силы это тоже неплохо очень. Сейчас мы с вами бацнем еще один подход на 185 кгсов. А потом, так как это заключительная неделя, я уже вам говорил, нужно немножко обосраться, я думаю, и сделать на два разика вес побольше. Поэтому мы сходим 190 на 2. Попробуем выдержать, конечно, эту паузу, так скажем. Когда опускаюсь медленно вниз. Не знаю, что выйдет из этого. На самом деле, это прям нереальная нагрузка, непривычная. И всегда нужно вылазить из зоны комфорта, на самом деле, чтобы был прогресс. Отдрочить одну и ту же тему. Это для тюбиков. Я чувствовал жалость к парням, усердно занимавшимся гимнастикой, чтобы выглядеть так, как им велят Кельвин Кляйн или Томми Хилфигер. Мужчина так должен выглядеть. Самосовершенствование это анонизм. А вот саморазрушение... Извините. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все, это был заключительный подход Два, как и хотел, я сделал с паузой Потом стою, думаю, сделать третий без паузы И понимаю, что когда сел уже, начинаю вставать, понимаю, что ноги не давят просто Все, обрубило меня И он вырубает вообще, вот просто одно повторение И он вырубает, от кислорода не хватает Второе повторение сделал Все, уже можно домой, спать Высый, как лыжи? Топчик Нормально? Да Ты умеешь коньком гонить? Да Реально? Покажешь здесь? Давай Покажешь здесь? Да Подход! Как и обещал, заключительным подходом Большой вес 215 на штанге, чуваки Да берегите мою спинку, пожалуйста ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лайтвейт, мразь Какого-то хера во время подхода спал, блин, 2,5 килограмма ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долго его накидывали Ну, не совсем долго Но прикол в том, что пришлось ждать третье повторение Потому что тут не хватает места На штанге уже Слушай, 2,5 килограмма Чуть штанга съезжает, блин, и чуть съезжают Все, для 2,5 нету места Вот так вот берем Мало уже своего веса Слишком большой даже Вот так вот Ой, яйцо прищемил, понял? Ай! Вот так вот делай Широкий хват Чтобы выше руки О, подписчики Здорово Подписчики 2,25 И у меня осталось одно заключительное упражнение Это прыжки на тумбу Надо заставлять свой организм Работать на пределе своих возможностей И этому учат прыжки Особенно в конце зала То есть прыжки в конце зала делаются для Особенно после монотонных упражнений Они делают это для того, чтобы Мышцам напомнить о том, что даже В утомленном состоянии им нужно взорваться Выдавать максимальные импульсы Ну и тому подобное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я снимал на штатив И чтобы GoPro нацепить на штатив Нужно специальное крепление И мне на Новый год его подарили Тайный Санта Спасибо, Тайный Санта Спасибо Не забываем После тренировки ЕАА Про ЕАА И вообще в общем Про восполнение белка Я рассказал в своем телеграм-канале Переходите по ссылочке в описании И Там в закрепленном сообщении Будет вся информация По поводу Добавочек Что после зала еще делать Заводить тачку Чуваки, мне надо угли закрыть срочно Давайте уже тачку починим Проходит мимо, не отходит глаз Она почти раздета, так сказать, на фоне нас Продолжение следует Аккуратненько Семидесяти оборотов Что за рама Посмотрите, что за рама просто Что за веса, да Все внимание на раму Рама, мейба, а6х, карбон Вот он Кукур Изи Легкая Lightweight На вечерней тренировке у нас Откатка На ватбайке С элементами Мазохизм Сейчас увидите Я использую эти ремешки Для ватбайка Или для Хорайзена Потому что БМХ-овские педали На больших На тяжелых передачах Либо на больших оборотах Они чуть ходят И изнашиваются Лопается пружина И Пластина Которая соприкасается С шипом Она тоже изнашивается Очень сильно Поэтому я берегу Свои педали И То, что я их Цепляю сзади Это Так задумано Потому что Спереди Педаль Короткая И Слетает А так Она нормально держится И да Это реклама Ремней Костян Ивлев Свяжись со мной По рекламе Гайд Как убийца За мало времени Всем привет Подписчики Все Домой 7 42 Закончилась вторая тренировка Тренировка Сейчас я вам покажу Нашу базу Как она преобразилась С прошлого года Кто не видел Мой видос С прошлого года Тому Советую Не советую Посмотреть По качеству съемки Конечно это был Такой себе видос Но в качестве информации Это был неплохой видос На нашей базе Появился Такой столик С ламинированной Фанерой Виражики Это все по-старому Переместилось сюда Тройнушечка И вот Самое главное Достижение Вот такая Памп-линия Небольшая И вираж Соответственно В том году Он уже был Вот так Преобразовалась Наша база Преобразилась Извините Извините Учителей Русского языка И Лингвисты Кто не понял Это мой папан Он приседает Не ну музыка Конечно Надеюсь Он-то не подведет А вдруг Я буду В общем Вот такой вечер Воскресенье 52 года Между прочим Ребята Как вам на диване Я уже сегодня спрашивал Как думаешь Сколько папа Выдет Больше всех Серьезная заявочка Кто не знал Папа Бывший шоссейник А бывших шоссейников Не бывает Поэтому он настоящий Шоссейник Ну я Я ставлю После приседа Ну ладно Я тысячи полторы Ставлю Сто пудово Будет полторы Я уверен Сын верит в меня Сотку делают Мужчины настоящие Неважно В каком упражнении Поэтому Надо сотку В жабалку Мужчины настоящие Сотку уже пьют Стаканами А не спортзала Мучаются Давай Давай Соточку Что ты Вот берешь Вот так Вот 5 кг Ой как легко Ой какая легкая Да Объемом берешь Объемом душишь Ну не чисто встал В третий раз Поэтому Жизнь это риск Надо рисковать Сейчас мы немножечко Разовнемся Привыкнем И Скажем вам Циферки Сколько там Уже ватт 59 ватт Лучшие мощность Ничего себе Я так вложился Всего 59 Ну что ж Приступим Ваши комментарии Обеда Уже было 519 Уже 519 было Час давай останавливайся тут вот такие модные песни сейчас сейчас секундочку так ты вообще с места не крутанул тысяч сто семьдесят восемь у покраснел 1262 но ничего сейчас мы за рекордником еще съездим все погнали поставили магнит нам нужен рекорд константин пульс опять меряет рекорд 1286 рекорд поздравляю вас но не 1500 конечно я моща есть есть нормально для шоссейника для темповика сойдет для пенсионера для темповика пенсионера если вам интересно мы сделаем отдельный видос по рациону дневном этот день был конкретно этот видос точнее был конкретно направлен на то чтобы показать тренировочный процесс чуть побазарить поболтать с вами рацион это очень такая тема в которой я сейчас с того года начал заморачиваться и искать для себя лучше поэтому кому интересно пишите комментарии ставьте лайки и я вам немножечко расскажу что я поменял что я улучшил и что я для себя открыл а также по поводу биодобавок я начал в телеграме снимать серию видео по поводу бадов полезных витаминов и всякой такой подобной шняги поэтому кому интересно тоже добро пожаловать закрепленных сообщениях я уже говорил будет информация вся серия видео поэтому кто не знает как употреблять или кто не знает для чего они предназначены кто считает что от него там не стоит или еще что-то в этом духе то переходите и вы все узнаете если тебе понравился видос ставь лайк подписывайся на канал дальше больше дальше интереснее сезон 2024 уже через пару недель скором времени вас ждут интересные видео и новые рубрики до новых встреч